Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. По народному календарю сегодня матрёнин день, первый день настоящей зимы. Хотя у нас в Якутии уже ноябрь считается зимним месяцем, и морозы ночью уже достигали почти 40 градусов. Поэтому обморожение для нас очень актуальная тема. И сегодня мы как раз будем говорить об обморожениях. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Якутиского научного центра комплексных медицинских проблем, доктор медицинских наук, профессор Северо-Восточного федерального университета Рева Захарович Алектесеев, автор уникальной методики лечения обморожений и холодовых травм. Здравствуйте, Рева Захарович! Здравствуйте! Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 32-00-66-321-166. Во время прямого эфира вы можете задавать интересующие вас вопросы Реву Захаровичу. Рева Захарович, конечно, начнём с того, что такое обморожение, какие существуют стадии и чем они опасны для человека. Так, отморожение, значит, или холодовая травма, или, говорит, вот из-за действия холодного воздуха происходит местная травма или происходят общие травмы. Местная травма проявляется в виде отморожений, а общая травма – это в виде общего охлаждения организма. Вот, конечно, у нас единственная страна, вот Россия, в которой имеется район Крайного Севера. В этом районе Крайного Севера живут 12 миллионов человек. А Якутия относится вот к району Крайного Севера и Севера, и район Арктики. Понимаете? И в Якутии у нас зима продолжается 9 месяцев. Поэтому, конечно, воздействие холода в организм человека очень разнообразно и очень многосторонне. Вот из-за того, что только отморожение и общее охлаждение, еще, значит, под действием холода происходит разрушение суставов. Понимаете? Да. Мы пытаемся вот это разрушение суставов, заваливание суставов связать с действием холода. Ну, практически пока у нас сильно много не получается, но у нас есть экспериментальная работа есть и так далее, там делаем. Ну, потому что очень много у нас страдает вот заваливанием суставов. Или кто перенес холодовую травму, отморожение, да, у них последствия всегда сосуды, суставы, кисти, суставы пальцев, кисти, роги, ног, они разрушаются постепенно, деформируются. А у нас в основном пожилые люди же страдают как раз вот этим. Да, и пожилые люди там из-за того, что вот пожилые люди почему страдают? Потому что действие холода начинается раньше, понимаете? В маленьком возрасте она скапливается, скапливается, скапливается. И уже 40 старше уже начинается у них изменение в суставах, понимаете? И в самом организме. Значит, как происходит? Ну, в основном отморожении действия холодной травмы местной, да, подвергаются пальцы рук и пальцы ног, и уши, нос и лицо. Поэтому, говорят, зимой очень много отморожений носа, ушных раковин, лица, губ и так далее, и так далее. И холод. Как действует холод? Холод внутрь организма человека поступает вот через ушной проход, через ноздри, через рот, через лицо и через пальцы рук. Их охлаждая, постепенно холод забирается внутрь, внутрь человека. Значит, что происходит? Под действием холода, скажем, человек находится, ну, одевает, значит, в перчатках, в перчатках тоже. Или же в некоторых случаях, может быть, без перчаток находится, да. И холод действия на поверхностные, на поверхность кожи, да, значит, под действием холода происходит обязательно сужение сосуда. Холод, когда имеется какое-то кровотечение, так, ушиб и так далее, мы, чтобы остановить кровотечение, еще охлаждаем. Охлаждаем. Лед, снег ложим, да, и из-за спазма сосуда кровотечение останавливается. Вот поэтому под действием холода постепенно уйдет сужение сосуда. Вот сужение, скажем, у нас, чаще всего, отмораживаются пальцы рук и пальцы ног. Пальцы рук. Под действием холода постепенно суживаются сосуды. Значит, и суживаются сосуды ушной, раковины и так далее, да, они начинают, постепенно начинают чуть-чуть бледнеют. Понимаете? Тогда организм, вот через суженную сосуду холод, значит, кровь до конца не доходит, и холод начинает поступать внутрь организма. Тогда организм, кора головного мозга, наша кора, дает команды, чтобы остановить проникновение холода внутрь организма. А как можно остановить его, прогреть его? Ну, он думает, надо этот разогреть. Значит, он начинает сосуды, сосуды немножко разогревает, тогда получается как? Человек сначала замерзает, когда начинает охлаждаться, бледнеет ругой, потом они немного разобеют, красный становится человек, краснеет. Этот организм расширяет немного сосуды, чтобы спасти конечности от действия холода. А холод продолжает действовать, тогда организм, вот кора головного мозга дает команду, сужит сосуды окончательно. Значит, суживает сосуды, чтобы холод не поступил внутрь, внутрь тела. Значит, он всегда бережет, организм всегда бережет температуру внутреннего органа. Да. Человек сжимается. Да. Поэтому мы говорим, мы теплокровные, у нас температура обязательно должно быть 37 градусов внутри. Чтобы она не произвела, и организм начинает суживать сосуды. Дает команду. Значит, и у нас пальцы у рук, они бледные. Да. Постепенно бледнеет. Значит, капилляр суживается, артериел суживается. Но человек начинает с серыми пальцами двигать, чтобы разогреть, да. Двигается, двигается, когда. Ну, при дальнейшем действии холода, да, еще продолжается, да. Да. Чтобы не наступило полный, все равно холод проникает внутрь через венозный отток, да. Кора головного мозга дает команды. Значит, отключить кровоток в пальцах у рук и ног. И он, как он называется, шунтирование. Он, кроп, идет до пальцев, не доходит, доходит до вену. От вену сразу кроп попадает артериел и возвращается. Это шунтирование происходит. Он, значит, жертвует, полностью дышает. И это происходит обморожение, да? Да, вот полностью дышает крововращение. И начинается охлаждение. Охлаждение пальца. Вот будем примеры на пальце. Также пальцу, ног тоже так же. Так же ушная, раковина, вот так. Значит, вот кара головного мозга дает спазм и шунтирование сосудов. Для чего? Для чего спасти ядро? Ядро, само ядро. Вот, чтобы температура держалась в сердце, в легких, в головном мозге 37 градусов. Жертвует конечности. Да, жертвует. Это за счет централизации крови. Но это сидит в мозге, в головном мозге. А дальше происходит, значит, постепенное замерзание вот этих пальцев рук. Значит, они бледные становятся. По мере замерзания, движение активное невозможно. Значит, остается пострадавший, который под действием в голову. Он не может согнуть руки-ноги, руки-ноги. И происходит вот кроп, который находится в капиллярах и промежуточных гнах, она превышается в лед. Оледнение происходит. Оледнение капилляров. Постепенно. Значит, что происходит, когда поступает пострадавший? У него пальцы рук бледные, как бумага, как снег, да? Твердые. Пассивно активное движение невозможно делать. Но при усилии-то можно делать. Но нельзя делать, потому что капилляры замерзшие, оледневшие. И стучат, как деревянные. Это оледнение, да. А человек-то живой. Вот. Это наставает прижизненное оледнение токаней. Это особенность холодовой травмы от морожения в условиях Крайного Севера и Арктики. Арктики. У нас и Якутия. Особенность. Которые вот в центре, когда я работал в 70-х годах, я начал заниматься этим, в 80-х годах, все были категорически против. И сказали, при жизни оледнение токаней не может быть. Не может быть этого. Вот. Я 20 лет доказывал, что при жизни наступает оледнение. А как доказать? Чтобы наличие оледнение. У нас медицинские термометры, они измеряют только до плюс 34 градуса. У нас вообще термометра не было, который измерил бы минусовую температуру. Поэтому в 1972 году вместе с институтом физтехпромвелем Севера, вместе с ними, мы сделали термопары. Иголшатые. На конце инъекционной иглы делали термопары, которые измеряют минусовую температуру. Минус 40, минус 50. И плюс 50. Оказывается, тело человека может иметь минусовую температуру. Да, вот измеряют наличие минусовой температуры. На конце инъекционной иглы. Вот когда поступают пострадавшие, значит, мы измеряем поверхностную температуру. Рука бледная, как только занесли домой, она становится такой... Сразу тепло становится. То есть всё подогревает, были где-то поверхностные температуру плюс 4 градуса. А вот когда стали измерять термопары, минусовым, на глубине 3-4 сантиметра... Рева Захарович, у нас сейчас перерыв на рекламу, да? Дорогие друзья, мы сейчас прервёмся на рекламу, а после рекламы вернёмся и продолжим наш разговор. Не переключайтесь, будет интересно. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск сегодня». Тема нашего разговора – обморожение. И гость студии – доктор медицинских наук Рева Захарович Алексеев, автор уникальной методики лечения обморожений и холодовых травм. Наши телефоны – 3200-66, 3211-66. Вы можете дозвониться до нас и задать интересующие вопросы гостю студии. Рева Захарович, вот вы говорили про термометры, да? А в чём вот суть вашей уникальной методики? Так, вот при помощи вот этих термометров, когда пострадают поступки, измеряя на глубине 3-4 миллиметра, узнали, что в глубине температура минус 30-20 градусов, на каком он, значит, происходит оледнение тканей. Поэтому все методы, которые связаны массажем, массаж или движением пальцев, когда мы делим массаж или движением пальцев, или, лучше, с запястным суставом, например, кисти, да, мы ломаем капилляры, оледневшие капилляры. И тем самым просто сломали капилляры, они не восстановятся. Понимаете? Значит, в первую очередь мы доказали, что под действием холода наступает оледнение замерзших тканей. Понимаете? Вот это самое главное. Поэтому все другие методы, да, они не дают результата. Вот раньше мы как делали? Вот пострадавшие поступают отморожением, да, вот где-то в 70-х годах. Мы их больного брали, руками вложили в воду, горячую воду, тёплую воду. Или стопы тоже. Делали в ванну в течение полутора часов при температуре плюс 39-40 градусов. После этого на глубине, на глубине 2-3 сантиметра в стопе держится минусовая температура. Всё равно. Через полтора, минус 19. Значит, а когда мы начинаем согревать сразу, вот замерзшие, да, значит клетки начинают оживать, клетки. Они начинаются у них в процессе жизнедеятельности, но доступ к кислороду-то нету, потому что внутри-то сосуды находятся замерзшие, понимаете? У них кровь не поступает. Во-первых, это кислород не поступает. Мало что кислород, но жизнедеятельность клетки, она должна быть продуктом, мы должны уходить, они не уходят, потому что сосуды 5. Значит, что нужно было сделать? Значит, надо разогревать замерзшие ткани изнутри притоком крови. Притоком крови. При этом, значит, изнутри, снаружи не должно быть разогрето, понимаете? Тело должно находиться в состоянии, обязательно вот в таком замерзшем состоянии. Значит, какой вопрос стоит? Значит, при оказании помощи, значит, никаких движений, массаж, значит, попытаться там лучезапястом или голенистом суставе двигать, снимать ботинки и так далее. Это нельзя делать. При этом всегда ломаются сосуды и наступает, впоследствии развивается некроз, гангрена. А как теперь решили? Надо изолировать, надо замерзшие ткани, чтобы они снаружи не разогревались. В этом суть вашей методики. Да, вот тепле... Вот это первое, это то, что двигать нельзя, массаж нельзя делать. Второе, теплеизжирующие повязки надо делать, такие, которые в течение 24 или 20 часов не должны пропускать тепло. Это второе. Не должны пропускать тепло. А это самое главное. Если теплеизжирующие повязки мы положили какой-то там марлей, который не изолирует, не пропускает тепло, то это бесполезно. Будет некроз. Самое главное, надо найти теплеизжирующие. Потому что раньше-то мы не могли там делать теплеизжирующие. Мы искали, из чего делать теплеизжирующие. И делали изоление шкур. Изоление шкур. Да, изоление шкур зашили бахилы и рукавицы, и замерзших ложили бахилы и разогревали изнутри. А теперь, чтобы больной, если по мере отогревания, чтобы мог двигать, может двигать, да, двигать могут. И чтобы исключить это, надо больного, значит, чтобы давиться, чтобы он не двигал. И значит, дать ему меорелаксанты, которые мышцы расслабляют. Третье. И четвёртое. Надо обязательно блокировать мозг. Надо мозг. Мозг. Значит... Чтобы он не давал неправильные команды. Он... В мозгу находится очаг доминантного возбуждения о том, что нужно сосуды держать в суженном состоянии. Ведь если при живом мозге, если мы будем делать различные лекарственные вещества и так далее, сервисосуды не расширятся. Потому что... Мозг не даёт команду. Да, мозг, команду, которую он дал, он закреплёт. Чтобы этого не было, надо... Дать наркоз надо. Вот мозг усыпить надо. Или, мы говорим, наркоз, или сделать искусственную кому. Вот обучиться там. Да, искусственную кому. При этом больной-то не может сам дышать. Вынали Берлия Александровна. Искусственную кому и делает искусственное дыхание. И внутривенно вводит горячие, тёплые растворы. И другие сосуды расширять. Тем самым постепенно, в течение 20-24 часов надо разогревать, давиться, чтобы температура, температура в замороженных деканях была на 1-2 градуса выше комнатной температуры. А как это мы делали? Мы изобрели специальные переборы, термометры, которые при поступлении мы накладываем на замерзшую, да? Перед тем, как положить теплоиджурищую повязку. И измеряем, когда наступает потепление температуры. Вот самое главное в этом, в этой методике, это теплоиджурищая повязка. Вот несколько лет тому назад мы, значит, изобрели теплоиджурищую повязку из различных материалов. Значит, у нас было там примерно 6-7 вариантов. Потом мы провели испытания, как он может пропустить тепло или нет, понимаете? Вот все 7 вариантов разных. И, в конце концов, нашли вариант теплоиджурищего материала, который при поступлении или при оказании помощи нашли больную. Иначе вы его одеваете, замерзшие ткани, и можно его транспортировать, можно его в этом лечить, можно. И он тепло не пропускает. И даже в бытовых условиях, в доме и так далее, можно его так восстановить крововращение. Вот теплоиджурищего. Вот теплоиджурищая повязка. И сейчас мы, значит, занимаемся его патентированием, да? Ну, несколько лет тому назад это сделали. К сожалению, его внедрить в больнице не можем. Потому что у руководства написано, отмороженным нужно положить теплоиджурищие повязки. Медицинская рекомендация, которая вышла в 2021 году, да, есть. Это я тоже имел участие там в этом. Но теплоиджурищих повязок таких, которые не пропускали тепло. Ни в одной больнице нигде нет. Нету. Даже скорой нету. Это без него, значит, если вот такой повязки не нужен, обязательно у замерзших будет развивается некроз. Да, потом будет ампутация. Да, и ампутация. Значит, а почему они не внедряют? Потому что в стандартах лечения не указано. Теплоиджурищие повязки. Хотя в медицинской рекомендации есть теплоиджурищие повязки. Мы предлагаем в больницах иметь вот такую теплоиджурищие повязки или скорой помощи. Они нам отказывают. Они говорят, у нас на стандартах нет, мы не имеем права покупать теплоиджурищие повязки. Я говорю, медицинское руководство, это написано, теплоиджурищие повязки наложено. Ну как, почему не накладываете? Они говорят, ну, что-нибудь там, вату, марли там сделаем. Ну это же... Аффект не даст. Это, она же не помогает. Да. Она же пропускает тепло. Как тепло пропустил, все там, веохимическое. Тут начался процесс разогревания и процесс некроза идет. Поэтому вот таких теплоиджурищих повязок лечит отморожение. Это бесполезно. Вот это самое последнее достижение. Благодаря него можно спасти. А сколько вот у нас происходит в течение зимы вот таких травм? Да. У нас самым тяжелым травмом, общим отморожением, у нас отделение поступает за год около 200 человек. Практически из них 780 человек ампутируют руки и ноги. Потому что не применяют эту методику. Эта методика у нас была применена до 2005 года. Потом вышло Минздраве обязательное медицинское страхование и стандарты лечения. И запретили применять вот эту методику. Все. Теперь что делать? Теперь только ампутируют. Хотя вот эта методика признана. У меня эта методика по ТНС оправирована. Но из-за того, что Москва Минздрав России не разрешает, продолжает ампутировать этих больных. Поэтому вот если это ХОТУТЕН место, вот они с ними, мы сделали. Можно, пожалуйста, у них можете купить, внедрить все это, можно спасти этих замерзших больных. Понимаете? Да, 200 человек ежегодно, да? Да. В течение пяти лет, например, это уже тысяча человек. Да, вот никак этого невозможно. Без этой повестки, значит, другие типы лежали практически в повестке. Ну, можно делать бахили из этих, но тоже нельзя, потому что больницы-то не принято. Понимаете? Вот мы пытаемся через Минздрав, через Совет Федерации внедрить это, но, к сожалению, упор. Потому что Минздрав России говорят, это такое отображение, оленей, теканей, встречается только в районах Арктики, в Крайной Севере. Так мы и живем в Арктике. Да, вы занимайтесь сами, вы примите там свои, выделяйте деньги и так далее, вы сами. А, они говорят, чтобы местные... Да, местные сами выделили, чтобы деньги сами лечить, а денег вам лечения не разрешаем, и больницы это больных лечить не будут. Понимаете? И главные специалисты, вот, а теперь вот холодовой травмой в России. Рева Захарович, у нас опять сейчас реклама. Мы сейчас прервемся опять на рекламу, и через две минуты вернемся и продолжим наш разговор. Вот на самом интересном месте поступает реклама. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу в прямом эфире «Якутск сегодня». Сегодня гость студии доктор медицинских наук, профессор Рева Захарович Алексеев, автор уникальной методики лечения обморожений и холодовых травм. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Можете позвонить и задать интересующие вопросы Реву Захаровичу. Рева Захарович, вам слово. Значит, при наличии отморожений, значит, вот, оледнением токани, без применения таких теплежуточных повязок, практически предупредит разбитие некрозы, и это невозможно. Но самое интересное, что отморожение всегда сопровождается общим охлаждением. Через отморожение руки и ноги, через ушное раковин, через ушное отверстие, через нос, ведь холод проникает, и происходит постепенное снижение температуры тела. В зависимости от степени снижения температуры, а различает несколько степеней, значит, развития, вот, общее охлаждение. Поэтому, когда пострадавший поступает отморожением, нужно, во-первых, измерить надо, обязательно измерить надо, или, когда мы находим человека, нужно определить, и есть у него оледнение токани или нет, и это нужно измерить внутротоканевую температуру. И в больницах это может быть термометр и ест, но быту надо, если пострадавший не может двигать рукой, сам изгибаться, согнуть не может, значит, у него имеется оледнение. Это первое. Второе. А как узнать снижение температуры? Если вот, к сожалению, снижение температуры, мы можем узнать только измерить температуру. Температура тела измеряется испытальным термометром, эректально, в прямой кишке на глубине 10 сантиметров, вот, должен обязательно быть термометр. Во всех больницах должен быть. Если пострадавший поступил в больницу, не измеряя наличие электральной температуры, или, еще сложнее, в внутрепищеводной температуре, термометр есть. Это, и есть термометр, который можно измерить внутри ушной полости, сирене муха, там термопары есть. Без измерения вот этой температуры нельзя человеку ставить общее охлаждение. Просто на общем нельзя. Нет абсолютно других клинических признаков, которые говорили бы, что он общим охлаждением. А, в общем, если температура снижена до 33 градусов, представляете, это может наступать всегда эротемия сердца, остановка сердца может быть, да. Но человек может ходить, двигаться, понимаете. Поэтому во всех больницах, во всех скорых почтах должен быть эректальный термометр. Эректальный термометр у нас в медицинских тактах практически нет. Но мы изобрели и сделали эректальный термометр, внутрепищеводный, внутрестоковник термометр. Опять в медицинских больницах пользовались, мы не можем, потому что у них штабных единицах, вот это, в этих штабных единицах, вот стандарта у них нет. Я ускоро помню, что спрашиваю, у вас есть теплижин? Нет, потому что у нас стандартов не положено. А термометр есть эректальный? Нет. А как вы тогда определяете, человек, общее охлаждение есть или нет? На ощупь. Ну, это же вообще смех какой-то, понимаете. Поэтому вот при наличии общее охлаждение, когда температура снижает до 33 градусов, да, обязательно должны проводить, вводить лекарственное вещество, бретилиум или бета-блокадр, который предупреждает остановку сердца. Потому что если мы этого не ведем, пострадающий поступит в больницу, и через некоторое время, в момент разогревания, он умрет. А у него будет остановка сердца. Или привлечься будет перестель. Понимаете? А не зная это, значит, это такие термометры должны быть в больницах, в перширских пунктах и скорой помощи. Вот мы сейчас добиваемся, чтобы это было. Но, к сожалению, этого нет. А потому что в Москве, там Ленинград и Санкт-Петербург, у них же таких холодов нет. Для них это не актуально. Это не актуально. Это наша конкретная региональная проблема. Да. Они говорят, лечить это так, как мы лечим. Ну, в Москве как лечить? В морожене просто ложат, и лекарственные ждут, когда будет некроз. Некроз на это производит ампутацию. У нас то же самое сейчас. Когда поступает больной, у них теплеожилища, повязки нету. Что-нибудь там батное, что-нибудь самодельное что-то сделает. Там, и сёстры там. Потому что у них по финансу-то не положено. Вот это надо. Видите, что надо. Это вообще преступление перед человеком. Понимаете? Да, это первое. Во-вторых, ждут, когда будет некроз. А если вот пострадавшие, холодовая травма и отморожение, поступают в больницу и его лечат, да? Лечат. И ампутации не будет у него. Ему деньги не платят. В больнице. Платят самый минимальный. А если они будут ампутировать пальцы, за каждый палец платят деньги. Вот поэтому неуждают. Когда у них будет? Это же больница сейчас что делает? Больница не спасает человека, и не предупреждают о республике. Им это... Они зарабатывают деньги. Вся больница работает для того, чтобы заработать деньги. Поэтому, когда пострадавший, больной поступает, ведь сам в конце, что они пишут? Вот и сделано первичный там осмотр, первичный осмотр на 140 тысяч. Вот заработали деньги. А, вон оно в чём дело. Поэтому, вот, это первое. Во-вторых, отдельное медицинское страхование, они же делают это страхование и лечат только согласно по международной классификации болезней. А вот международной классификации болезней диагноза «Общее охлаждение» нет. А есть диагноз «Гипотермия». Диагноз «Гипотермия» и «Одморожение» нет. «Общее охлаждение» и «Одморожение» нет. А вообще темы «Одморожение» нет, вообще его нет. Понимаете? Поэтому, это врачи, не имеют права писать. Не имеют права писать «Общее охлаждение» четвёртой степени стадии, да, онкоматозном состоянии. Вот, охлаждение, оледнение тканей и назначен статистическим лечением. Не могут. Они пишут то, что там в стандартах написано. А это лечение абсолютно недостаточно до предупреждения некрозы. Поэтому все это надо, передусмотреть надо. Но у нас центр-то, поскольку это стандарты, ведь обязали как? Стандарт имеет право писать только центр России. Москва только не имеет право писать, головную евро. Они имеют право писать только стандарты. А периперические, вот это, где у нас оригинальные, не имеют права писать стандарты. А медицинские рекомендации... Ну, с предложениями вы не имеете права выступать. Да, входим равным предложениям. По холодовой травме, когда медицинские рекомендации писали, несколько, два-три года писали и в 21-м году выпустили, все наши рекомендации, то, что мы говорили, они все отбросили, написали сами, как они думают, как они, со стороны их не взглядят, со стороны Москвы там, как они, вообще там написано, там, например, написано теплежурирующая повязка накладывая, значит, они так пишут, теплежурирующая повязка накладывая целью отогревания замерзших тканей. Ну, бред какой-то. А ветеринарную повязку должен для того, чтобы... Наоборот, чтобы не было поступления. Действия тепла не было, защитить от действия, перезавление не доступило. Они говорят, чтобы отогреть замерзшие конечности. Ну, откуда взяли-то? Да, тем более, они и ссылаются на мою работу, на работу других там. Ну, они ссылаются на мою работу. И других там с Кварцовыми радиами того. Вот Юрий Радич меня изумил. Говорит, Рим Сахар, что такое? Откуда вышло, говорит? Я, говорит, если... При вас и всех мы говорили так, они вот только написали. Поэтому, вот, чтобы... И в чем выход-то по-вашему? Да, чтобы у нас... Во-первых, это надо внедрить регионарном уровне. Вот якутский МИЗДРАФ должен принять регионарно, чтобы вот такой методикой нужно оказать помощь в связи имеющейся у нас особенностями лечения. Это только так можно спасти замерзших вот это. А во время Советского Союза, когда я выступал на этом вопросе, они говорили, у нас же ведь замерзают ненормальные люди. Только вещи замерзают. Да. Это неправда. Да, пенсионеры, вы им не нужно их лечить. Типа так, пусть не замерзают. Ну как, а в дороге... Люди и в воду падают, и дети, и молодежи. Да, отмораживают. По статистике так. Пенсионеры 7%, у школьников 5%, а вот рабочие, да, 27-80%. Ну правда, многие отморожения получают в состоянии алкогольного опьянения. Ну, конечно, в состоянии алкогольного опьянения там нарушается тепловентиляция, терморегуляция и так далее, поэтому они... Поэтому хотя бы сейчас, когда находят... Одна минута и ревоза хорошая. Да, когда находят вот этот замерзшел, чтобы оказать помощь, да, нужно наложить до вхождения, до тепловизирующего вязка какие-нибудь хорошие материалы, меховые, шерестяные и так далее, да. И самое главное, не двигать, демассировать, и в воду не ложить в воду. Разогревать изнутри. Да, а разогревать нужно изнутри, чтобы самим теплом, не двигая, дать ему обезболивающее и отправить его в больницу. Больницы будут, ну, хотя бы симптоматически проводить там ведение. Лечение, да. Я благодарю вас, Лева Захарович, за участие в нашем эфире, что вы поделились своими проблемами, своей болью. Будем надеяться, что все-таки услышат наше Министерство здравоохранения и прислушается к вам и к вашим рекомендациям. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.